Привет, Иван. Привет, Алексей. Я уже два стрима, собственно, анонсировал то, что хочу с тобой поговорить. Здорово, что, значит, наконец получилось. Ты протестный активист, политик. Вообще, как ты представляешься людям? Я представляюсь как протестный активист. Как ты пришёл в протестный активизм? Вообще, ты из Владимира сам? Да, я коренной владимирец, и политикой я начал интересоваться благодаря движухе Навального, собственно говоря. Движухе? Компании президентской. Президентской коммунии. Когда вышел фильм, вот этот «Он вам не Димон», все, собственно говоря, начали активно смотреть, что там происходит в политической жизни, начали интересоваться деятельностью Навального. Меня это привело в штаб. Он тогда находился ещё в центре города, напротив ЦУМа. Потом его оттуда высели, но... Когда был приезд. Да, когда был приезд, открытие масштабное. Я там тоже был. Собственно говоря, я влился во всю эту кампанию, и я почувствовал, что мне это нравится, что это правильное дело, и стал там работать, помогать. В конце концов, я бы был СММщиком штаба, занимался администрированием групп. Сейчас, к сожалению, у нас прекратил деятельность штаб на территории Ролейбергской области, но протест, собственно говоря, не мёртв, он развивается. Ты считаешь себя политиком? Я бы не сказал, что политик в полной мере. Политик всё-таки это человек, который имеет отношение к каким-то органам власти. Он либо пытался куда-то выдвигаться, либо какое-то взаимодействие с ними имел. Я всё-таки пока что ещё просто занимаюсь протестным активизмом, ну, политическим активизмом, я бы сказал. Ну, то есть, ты не борешься за власть, ты не поддерживаешь ни одной из существующих партий. Из существующих партий мне наиболее импонирует, ну, вот разве что в протестном, так сказать. Опять же, если говорить о политических партиях, то мне симпатичны те, кто критикует и выступает против партии жуликов-воров против «Единой России». То есть, КПРФ по большей части этим занимается. Ну, вот во Владимирской области и депутат Шевченко, да, то есть, фактический лидер КПРФ в ЗЭК-собрании. И партия «Яблоко» тоже, ну, она так чуть-чуть тоже оппозиционера. Ну, понятно. То есть, в моё время, когда я тоже участвовал, я тоже был протестным активистом в своё время, я работал с Гарьей Каспаровым, это было в 2004-2005 году, и вот тогда мы хорошо понимали, чего мы не хотим, но не понимали, чего мы хотим. Сейчас что-то изменилось, вы понимаете, как протестные активисты, чего вы хотите? Ну, собственно говоря, наше желание исходит из того, чего мы не хотим. Смотрите, у нас... Если ничего не поменялось. Ну, а так разве должно быть? У нас в ЗЭК-собрании абсолютное большинство у единороссов. Ну, их люди выбрали. Ну, да, их люди выбрали, но почему их люди выбрали? Потому что у нас идёт постоянно государственная пропаганда, что голосуйте за «Единую Россию». У нас эти акции... Нет, нет, ну, подожди. Большинство в ЗЭК-собрании единороссов получили всё-таки не благодаря своему списку в списках, показал очень скромный результат, а они получили благодаря одномандатным депутатам. Ну, да. Ну, а эти... А госпропаганда за одномандатных депутатов ведь не топила. Эти одномандатные депутаты, они, понятно, как они получили свои должности на партии. Но они просто занесли денег. Кому? Кому надо занести денег в Владимирской области? Партии. Партии, конечно. У нас вот был... В Горсовет избирался человек на довыборах. Я не помню, какую его фамилию. Единорос. Была информация, что он там сколько-то миллионов, что ли, занёс, чтобы получить место в... Собственно говоря. Ну, смотри, обладая эту информацией... У меня такой информации нет, у тебя она есть. А ты с ней что делаешь обычно? Я работаю только с проверенной информацией. Я могу её где-то огласить, сказать, что вот, есть такая информация, но я не буду её дальше где-то использовать, потому что у меня доказательства. То есть, я не могу прийти в суд и сказать, что вот, этот человек плохой. Ну, а провести расследование, что-то ещё? Вот чем обычно занимаются? Вот я сейчас недавно был в Штатах, я часто бываю в Европе, я общаюсь с протестными активистами, и там, и там, и там они есть, они есть не только в России. Но там они себя, конечно, общественными активистами называют, больше они не акцентируют на протестиках на единственной форме действия, то есть, они участвуют и в экспертных мероприятиях, и в круглых столах каких-то, и книжки пишут, но в том числе и на протесты выходят. И вот там они, конечно, занимаются. И расследования, и медиакомпании, и много-много чего ещё. И в Украине я это видел, там, и вижу до сих пор. У нас протестные активисты, у меня такое ощущение складывается, живут от акции до акции, собственно говоря, от выхода на улицу и дальше обратно себе в нору. Почему так происходит? Ну, вот, кстати, наверное, может быть, я неправильно выразился. Я действительно очень считаю себя протестом, настроенным человеком, но, тем не менее, я с радостью принимаю участие в каких-то других акциях. Например, вот через сколько у нас? В 2020 году будут новые выборы в молодёжный парламент. Я бы хотел туда, например, попробовать попасть. А то в региональные? Да, в региональные. А у нас в городском, по-моему, нет. Я даже не помню, есть ли у нас региональный, если честно. Никто не знает, в этом и проблема. Я недавидчиво обсуждал эту проблему на Градус ТВ, и тоже мы... У нас изумились просто люди, что, оказывается, у нас есть молодёжный парламент, молодёжная дума при Заксобрании. Они такие, а что это такое? Никто не освещает их деятельность. Ну, собственно говоря, они сами не очень стараются. Они стараются быть тихими, они стараются быть мирными и поддакивать депутатам из Заксобрания. Иван, есть мнение, что в протестную молодёжь идут те, кого не пустили, не взяли в золотую. Насколько это справедливо для тебя? И вообще, насколько ты с этим согласен? Я не стремился в золотую молодёжь и никогда к ней себя не перечислял. Я пришёл, потому что я считаю, что несправедливыми... Ну, несправедливыми считаю некоторые моменты. Например, вот тот же самый фильм. Я вижу, что у премьера, у председателя правительства есть там замки, дворцы, виноградники. Мы это видим, это доказано. И тебе от этого обидно? Мне от этого, конечно, обидно. Он потому что даже не говорит, откуда это всё он взял. То есть, ладно, если бы он сказал, ребята, это оттуда, это отсюда. Но он это не декларировал. У него фактически нет денег для того, чтобы всё это купить. Он говорит, это чушь, муть и компот. Вот это всё объяснение. Конечно же, это бесит, это раздражает. И поэтому люди вышли 26 марта на акцию. Потом следующие у нас какие-то вещи. Вот пенсионная реформа та же самая, грабительская, антинародная. То есть, власть сама даёт какие-то такие поводы, чтобы люди выходили на акции и протестовали. Не нужно для этого куда-то не попасть. Не, ну, смотри. Всё равно, если внимательно посмотреть на тех, кто в молодой гвардии Единой России или просто близко к власти находятся, всякие там провластные блогеры. Это обычно люди таких обеспеченных, родителей с устоявшейся жизнью. А если посмотреть на протестную тусовку, то это чаще всего или московские лимитчики, или ребята из очень небогатых семей, из рабочих и так далее, которые находятся где-то на периферии. Почему так происходит? Я бы сказал, кстати, что чаще всего происходит наоборот. То есть, если человек задействован в протесте, он рано или поздно может получить шанс пробиться, так сказать, в золотую, ну, в золотое общество. Другой вопрос... Из протеста в золотое? Да, из протеста в золотое общество, в власть. Во власть? Конечно. Но вопрос, сохранит ли он при этом свою протестную настроенность, либо подстроится под... А как можно сохранить протестную настроенность попов во власть? Можно сохранить, можно не высказываться на многие темы, например, на которые высказываются депутаты в Госдуме. Не выйти, например, на трибуну и сказать, я поддерживаю нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Этого не делать. То есть, поддерживать косвенным путем, может быть, какие-то другие вещи. То есть, вести... Не играть с совестью. Быть честным человеком. Если ты был человеком, который говорил, что Путин вор, пришел в власть и стал говорить, что Путин наш царь и бог, ну, о чем мы говорим. Ну, окей. Во Владимире протестное движение не очень большое, скажем так. И это уже, на моей памяти, третье или четвертое поколение. Протестующих некоторые из них остались. Начиная с первых, некоторые пошли позже. Сейчас что происходит? Закрылся штаб Навального. Ничего, никаких больших акций нет. Вот после выборов я не наблюдаю. Подготовки к ним не ведется, я так понимаю, сейчас. То есть, тихо, спокойно. Протест умер в Владимирской области. Вот этот политический Навальновского призыва. Навальновского призыва. Ну, у нас был штаб сначала официальный, потом, когда кампания Навального закончилась, в рамках общей оптимизации его закрыли. В рамках... Ты уже говоришь как политик, а я называю себя активистом. Хорошо, я скажу проще. Кампания президентская закончилась. Предвыборные штабы в большинстве регионов больше ненужной, которые собирают подписи, и за ненадобностью большинство из них было закрыто. И отчасти за отсутствие финансирования. То есть, караул устал. Ну, не то, что караул устал. А без денег... Денег нет, мы... Ну, вы держитесь. А держаться не хочется? Не за что? Держаться хочется тем, кто за идею. Тем, кто был за какие-то другие идеалы, им держаться, естественно, не хочется. Потом у нас после того, как штаб закрылся официальный, у нас возник народный. Народный без прописки. Да, штаб без прописки, организуемый силами местных активистов. Вот он у нас располагался там где-то в зебрях, на кирпичном проезде, и недавно, значит, его закрыли тоже. Закрыли его почему? Там была история, я и еще два волонтера, Сергей Кухарец и Павел Красильников. Мы собрались и решили организовать кампанию по переносу Гайдпарка. Мы решили возродить нашу деятельность штабную, мы отправили проект в федеральный штаб и сказали, давайте, ребята, вот у нас есть проект, у нас есть новый губернатор, который может нам согласовать эту вещь. То есть, у нас вот мы Орлова убрали, которая Гайдпарк задвинула на... А это вы ее убрали? Ну, мы в Владимирской области, да, то есть, мы ее согнали, у нас есть Сипягин теперь. Не сказать, что выбор лучше сильно, но все-таки. Они посмотрели всю эту документацию по нам, подняли наши акции, подняли все и приняли решение, давайте мы лучше их вообще закроем. Вот, собственно говоря, я пришел к выводу, что любая подвижка с нашей стороны, любой другой проект, он привел бы к такому же результату. Поэтому вот недавно в Рязани закрыли такой же народный штаб, собственно говоря, я не понимаю, зачем это сделается, то есть, зачем закрывать ячейку, которая существует сама по себе. То есть, Москва сворачивает проект. И не требует влияний, то есть, вообще никаких. Не, ну, как не требует, вы же говорите, чтобы были бы деньги, был бы рай. В основном, народный штаб без спонсирования существует. Совершенно. То есть, сами ищите помещения, сами делаете там листовки, какие-то материалы, сами существуют. Сами по себе, без денег из Москвы, на что же вы живете? На что живет студент второго курса ВИИ Иван Думанов? Так, ну, на что я живу? Откуда деньги? Так, ну, на пособие, во-первых. Во-вторых, еще подработки есть. Конечно же, студенты в нашей стране вынуждены подрабатывать, естественно, чтобы нормально существовать. Ну, у тебя какая профессия? Вот кем ты подрабатываешь? Кем я подрабатываю? Я бы не хотел, на самом деле, это афишировать, но это не... Это какая-то незаконная деятельность? Нет, это работа просто не из легких. А, окей. Про нелегкую работу. По-моему, ты был автором акции за поддержку народного губернатора Сипягина. Поддержка народного губернатора. Это очень сильно сказано. Вот это было интересно. Там на плакате было написано что-то вот такое. Не напомню, что там было написано? Так, у меня был плакат. Там было написано «Гажданин, не голосуй за Орлова». Но с этим плакатом я не успел встать, к сожалению. Потому, что к этому моменту у меня уже были сформированы два административных наказания. Их сроки сейчас действуют. Я не могу быть организатором публично-массового мероприятия. То есть, пикета. Если я встану с пикетом, это будет статья. А, то есть, недавняя эта акция «Руки прочь» от народного губернатора Сипягина. Это не моя акция. А, «Руки прочь» – это же парень встал, ЛДПРовец. А я просто репостнул его запись. Все, я понял, теперь. Да, и решил тоже сказать, что действительно какая-то травля проводится со стороны провластных СМИ. То есть, это, я считаю, наказание такое за то, что он прорвался, так сказать, к губернатору. Может, даже не желая этого. Но, может, были какие-то у них договоренности с федеральным центром. Я думаю, что были. На то, чтобы он не был губернатором. Но, тем не менее, получилось так, что он стал. Не удалось нарисовать Орловой достаточное количество голосов. Смотри, вот у нас в СМИ, в бизнесе, да и в политике тоже обычно качество работы меряет ее эффективность. Какие метрики Владимирский протест использует для того, чтобы понять, эффективен он или нет? Вот «Убрали Орлову» – это такая общая штука, к которой, наверное, протест может быть и имеет какое-то отношение, но не основной. Все-таки жители сделали основную работу. Эффективен ли Сипягин, с нашей точки зрения? Нет, насколько эффективны вы? Сипягин, сипягин. Насколько вы эффективны? Насколько мы эффективны. И как вы это меряете? Сейчас у нас после развала штаба формируется новое движение. Протестный Владимир. Я выступил как основатель его формирования. Вот у нас уже есть, видите, первые контры. Нас видео удаляют, нас канал удаляют. Но пока блокируют. Да. Мы сейчас поговорим еще об этом. Мы еще поговорим. Мы будем работать. У нас главный наш враг теперь после ухода Орловой – это обозначен Единая Россия. Единая Россия держит большинство в Законсобрании. Она отвечает за законотворческую деятельность в рамках Владимира. И так будет еще четыре года. Мы посмотрим, как это будет еще четыре года. Прошествие этих четырех лет мы рассчитываем уменьшить кардинальное количество депутатов от Единой России в Законсобрании. Мы поддерживаем позицию, бывший лозунг Навального – голосуй за любую партию, кроме Единой России. То есть, если эта партия выступает против ядра, не как всякие Маринины, Алтуховы, то голосуй за любую партию. Ну, окей, хорошо. Проходит там четыре года, новый выбор ФЗС, и побеждает условная партия ЛДПР, а Сипягин идет на второй срок. В Владимирской области опять монопартийность, как это было при дедушке, ну, при Виноградове. И, собственно говоря, ну, вот тебе такая же партия власти, как и была. А вы опять ни при чем, вы опять ни при делах, вас опять никто не слушает. Это считается победой? Это считается победой над партией Единая Россия. Это же не ваша победа, а другая партия. Ну, смотрите, если эта победа будет в результате нашей деятельности, это будет наша победа. Эта партия ЛДПР сейчас в данный момент не способна победить партию Единая Россия. Нет никаких предпосылок. А с вами сможет? Я думаю, что если наша работа будет достаточно продуктивна, то, конечно, да. То есть, это такое предложение сейчас в сторону условной Я не предлагаю Сипягину сотрудничество ни в коем случае. Если Сипягин против Единой России, против жуликов и воров, то можно с ним работать. Если Сипягин такой же жулик и вор, то мы с ним, конечно, работать не будем. То есть, вы готовы объединяться хоть с чертом? Хоть с чертом лысым, конечно. Отлично. Но только не с Единой Россией, конечно. Смотри, вот сегодня ты обликовал воззывание к соратникам и соратницам. Тут и так написано. Соратники и соратницы, конечно. И объявил о создании общественного движения протестный Владимир. Вот дальше. Наши цели. Первое. Донесение до населения правды в условиях тотальной лжи со стороны СМИ и органов власти. Я хотел бы немножко... Фиг с ними и с органами власти. Меня, как ты понимаешь, задевает то, что ты говоришь, что у нас тотальная ложь со стороны СМИ. Я это подкорректировал в посте в группе протестного Владимира. И хотел бы извиниться. Я недостаточно точно изложил мысль про властных СМИ. Я имел в виду. То есть, я имел в виду вот эту общую картину Первый канал, Россия-24, Россия-1, ТВ и остальные. Это федеральные СМИ. А вы говорите о Владимирском протесте. Да, я говорю о Владимирском протесте. Но в рамках этого предложения, которое вы зачитали, я говорил именно про провластные СМИ, федеральные. Потому, что они охватывают и Владимирскую область в том числе. А у Владимира со СМИ все хорошо. Я считаю, что у Владимира... Мы когда-то на эту тему говорили с Алексеем Навальным. Он сказал... Ну, я сказал ему, что у нас Владимир – это город двух вещей. Одна из них – это информационный ресурс. Их здесь очень много. Большое разнообразие. И я считаю, что с этим все в порядке. А вторая вещь? Вторая вещь – это в тот момент, когда я говорил, было давление на студентов. Потому, что тогда у нас очень много было историй, что в вузы приносят ребят наклейки навальновские. И, грубо говоря, преподаватели говорят им, что вы будете арестованы. У меня вот друг Ярослав, ему угрожали, что его семьи изымут. Большая была вообще очень фигня с этим. И вторая ваша цель – формирование в обществе оппозиционных настроений путем ведения просветительской деятельности. Вот это все – первое – это медиа-активизм, по большому счету. Второе – это просветительская деятельность. Это общественная деятельность. Это не похоже на политику. То есть, вы не ставите… Вот здесь не написано ничего про цели, например, убрать «Единую Россию» из ЗАГСа. Хотя это бы было уже похоже на политическую цель. Что есть просветительская деятельность? Донесение для людей правды. То есть, мы говорим, что, смотрите, у нас повышается смертность, у нас понижаются доходы населения, растут налоги, растут цены, у нас вот пенсионная реформа. Что это делает? Это формирует негативные отношения к власти. То есть, а без вас люди не в курсе, что все плохо? Люди в курсе, но это… А вы тогда зачем? Так направлять нужно вот этот вот курс. Понимаете? Куда? Человек на кухне стоит и понимает, что все плохо. Здесь не написано «куда». Он не понимает, кто в этом виноват. Он понимает, что какие-то силы есть дестабилизирующие стояния в обществе. Он не понимает, что это «Единая Россия». Что это законодательная власть, которая принимает эти дурацкие законы. Что в том числе наш областной парламент, он проголосовал, то есть, фракция «Единой России» проголосовала за повышение пенсионного возраста. Как и, собственно говоря, Госдума. Но при этом, при всем все равно здесь непонятно, куда вы этот протест, который уже и без вас. Извини, сформирован в обществе. Я вчера зашел в «Одноклассники» и ужаснулся, потому что там и первого, второго, и третьего, десятого лица государства так поносят, что Фейсбуку не снилось. То есть, там прямо негативные настроения по отношению. Классники очень сильные. Они объективно сильны сейчас в обществе после пенсионной реформы вместе со снижением реальных доходов, с повышением цен и так далее. А вы этот протест чувствуете, я понимаю. Я не первый год в этом во всем кручусь. И хотите куда-то его направить. Но у вас в своей декларации вы не говорите, куда вы его хотите направить. Декларация, которую вы зачитали, это вот только наш основной тезис, наш базис. Мы говорим, и в видео я тоже об этом сказал, которым сейчас проблемы, что наш основной враг – это Единая Россия. И мы будем против нее вести свою деятельность. Также против всех чиновников в администрации города, в облах администрации, которые являются тоже жуликами и ворами. Ты считаешь, что безотносительно персонали, если человек состоит в партии Единой России, то с ним надо бороться, и он не может быть хорошим человеком. Я уже говорил об этом в начале, что я в принципе считаю, что Единая Россия – это жулики и воры, но я считаю, что если человек готов к диалогу, мы с ним этот диалог ведем. Если человек является жуликом-вором, не готов к диалогу, мы с ним диалог не ведем. С чертом лысым. С чертом лысым, в том числе и с жуликами воры. Нет. Я же говорю, если человек не жулик, мы с ним диалог ведем. Подожди, а если он в партии Единой России, он жулик или не жулик? Я бы сказал, что он почти жулик. Это как бы нельзя быть немножко беременным. Можно. Можно быть немножко жуликом. Да, можно быть. Наша задача ему сказать, что человек, ты в партии «Единая Россия». Это плохо. Но если ты не поддерживаешь идеал этой партии, если ты говоришь, что пенсионную реформу тоже не поддержал. То есть, мы же смотрим, сколько у нас этих людей проголосовало за пенсионную реформу. Кто проголосовал, естественно, он нам не друг. Не, ну там все проголосовали. Ну, значит, они нам не друзья. Как можно с ним диалог вести? Они проголосовали за то, чтобы мы до старости работали и шачили на власть. Можно дальше по этому тексту я продолжу. Мы не партия. Это вызывает, что вы не партия. Движение, а выработку путей развития страны мы предоставляем другим. Кому? Абсолютно правда. Выработка путей развития страны – это работа партий. Кому вы это представляете? Политическим партиям. Ну, например, какой? В «Единой России»? Смотрите. КПР. У нас есть... Яблок. У нас есть, скажем, вот в «Яблоке». У нас есть там куча... Куча – очень хорошее слово. У нас есть множество... Куча для «Яблока» – отличное слово. У нас есть множество там прекрасных умных людей, профессоров. Другое дело, что они не популисты совершенно все. А я считаю, чтобы быть успешным политиком в России, нужно быть популистом. В «Яблоке» особое отношение к этому слову. Там считается, что это не одно слово, а два. Ну, почему Митрофь вполне себе популист? Ну, вот Явлинский эту политику презирает. И, в принципе, все, так сказать, руководство партии относится тоже к этому блоку. Я считаю, что нам нужно именно критиковать деятельность тех, чья нам не нравится. Ну, как же правило? Критикуешь – предлагай. Критикуешь – предлагай – абсолютно. Но это правило к нам не относится. Почему? Потому что мы так хотим. Мы создали протестное движение. Его суть в том, чтобы протестовать. Мы протестуем против пенсионной реформы. Надо же быть смыслом. Смотрите, мы протестуем против пенсионной реформы. Но вы не знаете, как должно быть. Нет. Мы говорим, что если пенсионной реформы не будет, давайте мы возьмем деньги откуда? Откуда? Давайте Медведев не будет покупать себе виноградники. Давайте Соловьев не будет покупать себе дом на озере Кома. Давайте продадим дворец Путина в Геленджике. Ну, это уже вырвут по пути развития страны. Это разве путь развития страны? Вы предлагаете альтернативное решение существующей проблемой? Не давать президенту и первым лицам государства шиковать на народные деньги. Это разве путь развития страны? Это объективное... Так должно быть, я считаю. Нет. Противоречить сам себе. Понимаешь? Вот мы представляем другим. И тут же говоришь нет. А мы вот запретим Путину жить в дворце. Мы не запретим, потому что мы не выдвигаемся в органы власти. Понимаете? Мы, возможно, я не исключаю, что в будущем когда-то поддержим каких-то кандидатов, либо сформируем какое-то количество человек, которые будут выдвигаться. Но пока что наша деятельность заключается в оспаривании, критики и обсуждении вопросов путем, естественно, диалога с людьми. Вот обычный человек, живет он своей жизнью в городе Владимире, например, никого не трогает особенно, но чувствует, что что-то не так. Вот и денег мало, и лица как-то одни и те же в телевизоре, да и телевизор какой-то унылый. И тут он видит вот это воззвание. Думает, ага. Зачем ему к вам присоединяться? Ну, смотрите. Зачем ему к нам присоединяться? Наша цель, опять же, на ближайшие 4 года лишить позиции партии «Единой России». Нет, ближайшие 4 года у вас не получится это сделать. Почему у нас не получится это сделать? Ну, потому что выбор самый ближайший через 4 года. Ну, ближайшие 4 года. Деятельность наша будет. А, через 4 года. Ну, конечно, через 4 года. Так, окей. То есть, вы ему скажете, что мы... Чем больше участников в нашем движении, тем ближе наша цель. А что он будет делать? Что он будет делать? Также рассказывать, он живет в многоквартирном доме в Хрущевке, в котором требуется ремонт. У него есть по площадке соседка Лидия Петровна, которая за «Единую Россию». Он к ней подходит и говорит, Лидия Петровна, смотрите, наш дом разваливается, нам не делают ремонт. Как вы думаете, почему? Она говорит, ну, не знаю. И вот рождается диалог. Она думает, стоит ли мне поддерживать их? А стоит ли, может, поддержать других? Ты знаешь, были такие активисты в России. Их, по-моему, сейчас запретили, как экстремистская организация. Я не помню, как они назывались. Потому, что подготовка. Они ходили по квартирам тоже и говорили, а вы хотите поговорить о Боге? А, это Светия Лиегова. Да-да-да. Вот они то ли экстремистская, то ли запрещенная организация. В общем, в любом случае, как это нехорошее. И вот то, что сейчас ты описываешь, очень похоже на это. Здравствуйте. А хотите ли вы поговорить о Путине? У нас была такая акция в рамках президентской кампании, мы проводили, это называлось «Дор-ту-дор». Мы называли это «Дор-ту-дор», потому что Путин – вор. Это еще в бытовом языке называлось «поквартирный обход». «Двери к двери» – это известная история. Да. Мы просто проходили по квартирам, разговаривали с людьми о политике, говорили им, что вот определенный человек, он не может быть у власти столько лет, что нам нужна альтернатива. Они говорили, ну, мы так не считаем. Мы говорили им свою позицию. У нас был открытый диалог. Мы считаем, что это правильно, и такие акции мы тоже собираемся проводить в будущем. Кто возглавляет движение протестного Владимира? Я самолично. Ты самоличный. Ты себя сам назначил туда возглавлять это движение. Я считаю, что у меня возникла идея. Я идею согласовал с своим другом, его зовут Виталий. Больше я про него не скажу, потому что не думаю, что это нужно. Мы с ним согласовали эту идею. Но Виталий тоже протестный активист? Протестный активист, да. Куратор твой откуда-нибудь. Протестный активист. Ага, окей. Мы с ним вместе два друга пара. И, в принципе, я подал эту идею. Я считаю, что справедливо было бы меня считать как координатора, организатора. То есть, ты самозначный. Да, я самозначный. Но я говорю правду. Но я не считаю, что имеет место какой-то тоталитаризм либо вождизм. То есть, нет совершенно. Я в любой момент... Решение авторитарное. Решение авторитарное. А с волками жить по волчьи выйти. Если мы назначим какие-то выборы, назначим комиссию, которую этот выбор будет контролировать, поставим печать на каждом бюллетене. Сколько мы времени потеряем? Сколько мы могли уже за это время листовок раздать, где написать, что Россия, партия жульков. Так Путин так же думает, скорее всего. И все, кто сейчас управляет государством, думают примерно так же. Вот сколько мы времени потратим на эту галимантью? Это же надо у каждого голос честно собрать, посчитать, если мы и так знаем, как мы хотим. Чтобы сделать яичницу, нужно разбить яйца. Нам, чтобы победить Единую Россию, нужно действовать жестко. Так же, как Единая Россия? Ага. Это важно. Чтобы прийти к светлому будущему, нужно... Нужно пройти через темную полосу. Нужно пройти через темную полосу. Понятно. Дальше. Мы одно целое. Если ты позволяешь себе скорблять соратников, то нам не по пути. А вот это отдельная тема для разговора. Это важная тема, потому что я не зря говорю, что я давно ознакомился с этой тусовкой и с федеральной, и с уехавшей уже, и с ушедшей из политической деятельности. И я лично был свидетелем и участником трех процессов объединения демократов, начиная от молодежного движения обороны и заканчивая в Национальной ассамблею Российской Федерации. И ни разу не получилось. Всегда были какие-то ругания. Здесь, в Владимире, на микроуровне... Понятно, что я наблюдал эти процессы в большой такой среде. Здесь, на микроуровне, я вижу то же самое. Постоянно друг с другом, причём публично ругаются активисты, волонтёры, руководители. Постоянно идёт какие-то... За что вы ругаетесь все? У вас же нет ни ресурсов, ни огромных денег, как я понимаю. Что вами движет, когда происходит конфликт? Ну, смотрите. Во-первых, я за себя могу сказать, что у меня к представителям оппозиционных... Ну, оппозиционно настроенным моим коллегам нет никаких предъяв, и я их никогда не высказываю. Претензий ты имеешь? Нет никаких претензий, совершенно. Если у них есть какие-то ко мне претензии, то я считаю справедливым, что они мне их в лицо говорят. Они высказывают их за моей спиной в каких-то секретных чатах или ещё где-то. Нет, публично происходит. У Владимирских твитов, особенно по пятницам вечера, превращаются в такой достаточно интересный блага. Что-то типа такого. Вот я пишу какой-то твит, что я смотрю стрельбы по Владимирам, мне пишут там «Не развивай садомию». Я думаю, а что это значит? Это значит, что стрельбы про Владимира садомию? Наверное, нет. Непонятно, собственно говоря. Все по-разному к ним относятся. Какая-то провокация. Действительно. Я считаю, что должна быть между оппозиционерами честность и дружба. Если этой честности и дружбы нет, то какой могут быть товарищи? Но всё равно есть очевидная какая-то конкуренция. Вот за что в оппозиционной тусовке могут конкурировать люди? За деньги? Нет. Денег нет. За что-то конкурировать? У нас нет денег. Ни у меня, ни у кого другого. Я не понимаю, честно говоря. Если ко мне придёт завтра любой оппозиционер и скажет, давай мы там сделаем с тобой что-нибудь вдвоём. Я говорю, давай. Если это приблизит нашу цель, то мы с ним будем работать. А если придёт к тебе какой-нибудь оппозиционер, вместо того же штаба Навального закрытого, скажет. Иван, мне очень нравятся твои идеи с партистом Владимиром. Давай я буду его возглавлять. Ну, это очень интересная идея. Но к тому моменту, как он придёт, я уже, наверное, что-то успею сделать. Наша компания... Сейчас мы вводим инстусть, и он к тебе подойдёт. Что ты скажешь ему? Я скажу ему нет. И это уже будет конкуренция за самоназначенный пост самопоразглашённого движения. До того, как мы... Ну, как я создал вот это движение, объявил его создание, мы очень долго решали, как будет дальше развиваться оппозиция в Владимирской области. В частности, нам команда Навального дала понять, что мы не работаем. Что мы с вами... Ну, не работаем. Что вы не работаете вообще? Или что они с вами работаете? Что до поры до времени вы прикрыты. Ну, понятно, что это значит, что вы закрыты, ребят. Мы с вами больше не работаем. Мы ведём там... Вы уволены. Ну, грубо говоря, да. Мы ведём работу в Москве, в Петербурге, ещё в каких-то городах. В Владимире мы не ведём работу. Если ко мне завтра придёт человек из штаба Навального и скажет, давай вместе работать, я, конечно, скажу, давай. И если у него есть какие-то конструктивные предложения. Но если он придёт и скажет, давай, мы всё у тебя отберём и будем за тебя делать, я, конечно, скажу ему, ну... Вы, как говорится, меня послали, а теперь приходите с предложением у меня снова всё забрать. Нет, конечно? Понятно. Потому, что это не справедливо совершенно. Заканчивая вот с этим воззванием, просто оно такое любопытное. И дальше идёт перечисление. Мы – это Владимир, мы – это протест, присоединяйтесь. И потом идёт, собственно говоря, на английском языке. We are the Vladimir, we are the protest, join us. А почему на английском? У нас что, в Владимире какое-то значительное количество англоязычных граждан России готовых протестовать против партии власти? В тот момент, когда я это писал? Или это отчёт перед западными спонсорами? Несколько есть. В тот момент, когда я это писал, во-первых, мне показалось, что это стильно выглядит. Стильно, модно, молодёжно. Во-вторых, в среде молодёжной очень много людей знают английский. Вы удивитесь. Очень много. То есть, на моём курсе практически среди девчонок очень много. То есть, подавляющее количество девушек, они разбираются в английском, действительно. То есть, это на девушек ориентировано? Я бы не сказал, что прямо на девушек, но я ещё раз говорю, когда я писал, в моей голове это звучало очень стильно. То есть, мы – это Владимир, we are Владимир. Да, Владимир. Да. Нет, английский – это правильно. На самом деле, ты же понимаешь, что любую оппозицию сегодня в России пропаганда, и федеральная пропаганда, и локальная пропаганда будет всегда привязывать к Западу, и ты в первом же воззвании нового твоего движения. Ну, смотрите, про нас напишут, скажут, вот, они написали на английском, значит, они западные агенты. Мы скажем, смотрите, какие они идиоты, они что-то такое говорят. А, то есть, это провокация. Это не провокация, это надежда на то, что нас обвинят в несуществующих каких-то загоровах. Так это провокация. Назовайте, как хотите. Надежда на то, что вас обвинят – это провоцирование. Она родилась сейчас в рамках дискуссии. Тогда, когда я писал, я говорю, у меня не было такой надежды, была просто идея, что это прикольно звучит. Окей. Значит, попытка была сделать так, что до тех, до кого по-русски не дойдёт, английский сработает. В три раза больше текста, шесть строчек из трёх. Ну, да. А, то есть, вам за знаки платят? Нам никто не платит, мы работаем за идею. Окей. Смотри. Понятно. Допустим, всё нормально, работаете, собираете людей, всё равно любая деятельность требует ресурсов. Акции какие-то, штаб какой-то организовать всё равно надо, куда-то люди должны приходить, какие-то мероприятия, расходные материалы и так далее, а тут уже сайт сделать в нормальном качестве. Нужны деньги. Где будете брать? Смотрите. Мы ведём диалог сейчас со многими структурами, которые возникли похожим образом и называются протестный слэш город. То есть, есть протестная Москва, возникли много таких движений. В частности, например, протестный Кузбасс. С ними ведём диалог. Они живут сейчас на краудфандинговой кампании. То есть, им люди перед акциями какими-то масштабными скидывают денег. То есть, естественно, они ходят, протянутые ручки и говорят, ребята, чтобы защищать ваши права, чтобы проводить акции, нам нужны деньги. Мы вас их просим. Собственно говоря, на то, что работала компания Навального тоже на донатах. Мы собираемся организовать такую же, если будет острая нужда. То есть, если нам нужно печать листовок, мы скинемся, напечатаем. Нам не жалко ради идеи. Но если нам нужно что-то сделать масштабное, мы, естественно, запустим краудфандинговую кампанию. А до этого в Владимире протестные акции делались на краудфандинговой основе или только московское финансирование? Вот я не имею этой информации. Во время президентской кампании Навального у нас была поддержка федерального штаба. То есть, нам... Ну, деньги. По большей части агитматериал. Нам, в принципе, Москва все давала, что нам нужно было. Но как это устроено? То есть, краудфандинг работал и в том числе на территории Владимира. У нас в агитматериалах была строчка с донатами. Ну, понятно. Но это отправился в Москву. Но отправился в Москву. Она распределяла между штабами. То есть, туда уходили деньги, а вам приходили газеты. Это как в России. То есть, существуют налоги, собираются по всей стране, потом распределяются, нам отправляется какая-то часть, которая нам нужна. Но у нас все работало ровно, потому что нам все присылали столько, сколько мы могли физически распространить. Окей. Последний вопрос. Вот Иван Туманов через пять лет, он кто? Так. Во-первых, закончивший бакалавриат, юрист. Во-вторых, я надеюсь, работающий по профессии, хотя... Юристом. Да, у меня есть смутное ощущение того, что, в принципе, это очень маловероятно, потому что в нашей стране, в принципе, сложно найти работа по профессии. Особенно, если ты юрист. Во Владимире тем более. То есть, придется куда-то ехать, где-то искать. То есть, мы будем работать. Я не считаю, что правильным является отказ от своих политических каких-то убеждений. Но я еще раз говорю, есть возможность... Например, если... Меня недавно спрашивали, вот, например, у меня в Телеграме человек написал, спросил, какие у вас есть за дело на будущее. Я ему сказал, что если у меня... Он спросил, хотите ли вы во власть? Я сказал, что если у меня будет возможность помогать моим гражданам, моим согражданам... Уже говорю, моим гражданам, да. Ну, конечно, чего. Моим согражданам на какой-то должности или в роли какого-то человека, чина, то я, конечно, соглашусь, чтобы помогать моим согражданам. То есть, и с протестной молодежью в золотую? Ну, не в золотую, а в должность. В позолоченную. В должность, которая даст мне возможность сделать что-то полезное. Если, например, мне скажут, вот, ты получаешь эту должность, я понимаю, что у меня на этой должности... Ну, естественно, если это не будет сделка с совестью. То есть, если это не место в партии «Единой России», да, то есть... И я понимаю, что на этой должности я могу продвинуть какое-то решение, которое полезно для общества. То я соглашусь. Если у меня есть возможность самому добиться этой должности, то я вдвойне буду работать для этого. чтобы добиться этой должности и сделать что-то полезное. Спасибо за разговор, было интересно. Мне вдвойне. Большое спасибо. Я думаю, еще поговорим.